Приветствую вас, друзья, на канале Теннисный Балабол. Сегодня со мной отправляемся на новый турнир в Нью Хэйвен. И я хочу рассмотреть матч между Аннет Контовейд и Кикки Бертонс. Буквально один день назад теннисистка из Голландии Кикки Бертонс завоевала титул на турнире в Цинциннатии, обыграв в трех сетах в финале Симону Халеб. Вообще на этом турнире очень во многих моментах везло Бертонс. Где-то соперница была не совсем здорова, где-то физически усталость уже была накоплена у соперницы. Но тем не менее это не уменьшает ее заслуг, она приложила немало усилий для победы на этом турнире. И сейчас она, конечно, эмоционально и физически истощена. Всего лишь один день отдыха получался между турнирами. А если учесть, что через неделю у нас начинается турнир US Open, то я считаю, что с большой долей вероятностью Кикки Бертонс побережет свои силы. Потому что все-таки, когда ты играешь уже на пределе, высока вероятность получения травмы какой-то. Поэтому тут, возможно, даже будет и отказ Кикки Бертонс перед самым матчем от участия в турнире. Но даже если она выйдет на матч, я думаю, что она уже не будет выжимать с тебя максимум. А сыграет просто, скажем так, больше как тренировочный матч. Что касается соперницы Аннет Контовой, то она весьма неплохо проводит этот сезон. У нее немало побед над сильными игроками. И накануне она тоже неплохо сыграла на турнире в Ценциате, дойдя до третьего круга, где програла в остатке Кикки Бертонс в трех сетах. Вообще между девушками было три личные встречи, две из которых завершились победами голландской теннисистки. Но при этом победы были все упорные и в трех сетах. А единственный матч, где победила Эстонка, это было два года назад, как раз таки на этом турнире в Нью-Хэйвен. Я считаю, что Аннет больше мотивирована на этот турнир. И при этом даже когда девушки находились в равных, так скажем, физических, эмоциональных условиях, все-таки Бертонс приходилось немало приложить усилий для того, чтобы побеждать. А Контовей просто в решающих сетах где-то не хватало возможных физики, где-то не хватало уверенности в победе. И сейчас я считаю, у нее есть прекрасная возможность сравнять счет по личным встречам. Поэтому в данном матче я хочу поставить на победу Аннет Контовейт. Ну вот такое было мое мнение на данный матч, друзья. Подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали. Также жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Также мне интересно послушать ваше мнение по поводу этого матча, а также по поводу других встреч на этом турнире. Ну и конечно, как же без рекламы. Так, я уже сказал, что скоро стартует у нас ЮСОПЕН. Если это турнир большого шлема, то есть у вас прекрасная возможность попробовать большое количество интересных статистических ставок на букмиркской конторе Бэтсити. Это одна из контор, которая дает очень шокуринию на крупные теннисные турниры. И я рекомендую вам хотя бы как минимум ознакомиться с линией. А при регистрации по ссылке в описании к этому видео вы получите на свой счет фрибет в размере 500 рублей. Ну а я буду закругляться. Как обычно, всем желаю удачи. И увидимся с вами в новых видео. Всем пока!